это программа диван вопросов от родителей добро пожаловать аплодисменты друзья ура сегодня у нас необычный гость необычный он по трем причинам первое потому что эта девушка вторая потому что это элина и третье потому что ее фамилия иксана все верно привет начнем разговор наверное про твое детство как она у тебя проходила каково тебе я так понимаю что раз ты попал на эту программу как минимум ты верующая да слава богу за это да расскажи про твоих родителей они наверное тоже верующие но у меня не прям родители верующие верующая моя мама папа у меня не совсем верующий но это временно когда-нибудь он к этому придет вот с детства верующая доходила в другую церковь сейчас хожу посольство с уходила слова жизни до этого поменяла потому что переехала то есть я не за то чтобы меня церкви просто переехала другой город детстве прошло в церкви я все время была в церкви то есть каждое воскресенье было в церкви не особо мне это интересно было до лет 17 наверное потому что я всегда занималась себе два стула потому что было ужасно скучно и я на них спала ну то есть это это так уже с воскресенье первом ряду да да конечно нет что мы моя мама чтобы дальше второго ряда сзади никуда не садилась поэтому не было хорошо и мысль ну как бы я ложилась на ее колени еще два стула занимала потом и вот так прекрасно провела все свои 17 лет целой жизни видишь наполняла словом чуть-чуть давай окунемся больше в то детство про воспитание у нас все-таки программа такая для тех зрителей которые не знают мы чуть-чуть будем говорить про родителей про детей про воспитание не интересно у тебя такая особенность семье что у тебя получается неверующий папа и неверующая мама как вот это вот верующая мама извини как вот этот конфликт интересов да правильно говорю он отражался на твоем воспитании на их взаимоотношениях но нет немного сложнее потому что у меня папа я из мусульманской семьи все у меня остальные родственники мусульмане а значит папа верующий но мусульман вот у нас все родственники мусульмане кроме моей мамы а папа стал атеистом потому что не станут с кем спорить но не хотел спорить папа бабушка и со всеми остальными родственниками не хотел спорить мам потому что у него нет ответов на эти вопросы как стороны бабушки так стороны моей мамы и он выбрал такую позицию что я лучше это все лезть не буду и все одобряю делать что хочешь вводить детей куда хочешь я как бы тебе доверяю я такая думаю ладно а мама такая ну ладно вот а вас вообще сколько извини в семье мой брат еще мне младше чуток но сейчас ему 20 20 а сложно было со стороны родственников со стороны родственников мусульман я бы сказал потому что они не принимают до сих пор мы просто от них все отдалились от моя семья мама папа мой брат трое нас отдалились от всех остальных потому что папа не хочет ни с кем ругаться это естественно мама мама мы не приняли в семье она потому что она похожа в общем на русскую а надо было что похоже было не под расскажи чуть про маму она была верующая изначально или как как этот момент нет она жила не очень хорошей жизнью потому что у меня папа он такой башкир я не сталкивались вы с такими людьми очень эмоционально восточными мужиками вот он такой если что-то не по его то это всегда было ну в общем да он ее прям поколачивал иногда и это дело так четко то есть он знал как это делать чтобы никто не видел то есть прям он поколачивал свою дочь нет ее отношения между папой и моим а меня еще не было и вот и соседка это видел то есть она понимала что моя мама с какой-то такими лицо хоть как не рассказывать моя мама я примерно и она идет такая просто сказал иди сходи в церковь можете легче станет ну то есть она даже не особо проповедовала ничего такого не говорила и они с папой пришли в церковь то есть папа туда тоже пришел они покаялись оба они хотели забеременеть они не получалось забеременеть и вообще было сложно сделать ну не какие-то проблемы были вот и они пошли в церковь и у них как бы была цель не то чтобы жизнь наладить а то чтобы забеременеть ну как бы вот сюда хотели и чего из там была какая-то конференция не за что там было в церкви и там а старше они подошли к пастору какому-то и там была какая-то конференция я не знаю было слово жизни на какой-то там главный пастор и помню кто из какой-то другой церкви приехал такой большой он прям такой и он благословил мою маму и сказал что им нужно пожениться и нужно узаконить свои отношения чтобы появился ребенок что они жили незаконно то есть они гражданской мужей вот они поженились и господь им подарил меня такой подарок из-за этого отец все равно да не из-за то что он очень боится свою бабушку он очень зависит от нее моя бабушка не любит женщин в моей семье то есть не меня не мою маму она как так это вот моего брата папу там особо любовь как-то у нас не получилось прошкольные годы как ты их проходила ты позиционировал себя вообще верующий или нет я так понял ты спала да я же не особо это все на сердце принималось то что слушала это была привычка ходить по воскресенье церковь наверное у многих я думаю людей кто ходит но с детства с детства посещает одни одно и то же то у него это возникает привычку он не понимает особо что это происходит вот он ходит и ходит и вот я ходила и ходила в школе у меня были просто обычные подростковые проблемы которые были в школе в какой-то там лет 14 13 я короче сворвала деньги однажды до нет я сейчас это нормально раньше так это стеснялась жутко но мне казалось что это просто грех которую никогда никому нельзя говорить не знаю как все подростки с этим сталкиваться я с этим столкнулся я еще такая папе говорю пап это я прям помню как и какие-то все оправдала им такая это все дьявол он не нашептал короче на ухо его факту да 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 и я такая ну все короче так одухотворила все свои действия что это не я виновата это просто демон какой-то усилился меня вот я с этим сталкивалась свои подростковые школьные годы но ты не позиционировал до себя христианкой нет такого не было к сожалению и если тебя ребята не заходил да просто у меня с ними все были особые отношения мы с ними никогда не разговаривали ни о чем я поменяла 7 школ наверное поменялась всю жизнь 8 школ 9 садиков я короче постоянно просто меняла коллективы и в них особо не укоренялась то есть мне было там друзей друзей если может быть в какой-то школе провела больше двух лет может быть а так все время разные школы мы не углублялись там какие-то вещи вот расскажите чуть про как у вас вообще в семье может быть какие-то традиции в связи с может быть верой твоего отца точнее не верим и верой твоему вы молились там перед едой или ну вот как как это происходило трениться нет к сожалению есть традиция просто вместе кушать я считаю что это очень важно честно говоря потому что не я заметил что не все всегда кушают вместе это сложно но на все время в разное время приходят и в раз и в разную еду кушают и вот у нас чуть семье так повелось что надо здесь есть вместе поесть даже если мы очень сильно пора поругались вот остынка бывает мы просто кушаем злимся но поедим вместе вот таких традиций нет мы даже праздники не праздну к сожалению вообще у нас нет нет такого чтобы даже день рождения праздновали новый год потому что у нас как-то все это так это не очень но я хочу хочу традиции пока и в своей семье да вот как раз вот ты затрагиваешь такой момент чуть будущего расскажи как бы ты хотел в будущем вообще помимо традиций про свою семью как бы ты воспитывал своих детей а я не знаю я честно говорю конечно что это буду воспитывать я знаю что вот их помолки сейчас находится может быть когда и программы уже поженились лет хочу счастливую христианскую верующую семью даст бог вот что еще я не думала потому что я я не знаю как вот если бог даст хороших прекрасных детей с хорошим воспитанием он даст то я была бы рада что за момент как произошел перелом в твоей личной жизни когда как ты поверила в него но вот и 17 лет не ходил церковь переехала сюда в нижний ну как переехала просто просто почему-то мне резко захотелся нижнего города и сама переехал до беда я без кого все приезжают никого не было я год доходила в церковь ничуть ни с кем не это но это от от меня же зависит потому что я вот верю что если ты хочешь с кем-то там наладки отношений сама должна куда-то там ну идти служить и это во всех таких местах дружелюбным не было скучно я вот тут реально мне было очень скучно и мне такие еженый encounter а я даже не знаю что такое и мне как это было лето мне было 17 лет друзья нет я поехал на encounter я помню короче как я взяла эти баулы я почему-то за очень много вещей мне было ужасно тяжело это было жарко я не знаю где находится церковь теперь раз пошла в церковь посольство иисуса я не в которой сейчас хожу я не знал где находится я не знал какую сторону мне идти я пошла не в ту сторону естественно взяла эти баллы я тащился спрашивал людей пришла я дошла я уже устала и донесла эти вещи мне уже ничего не хотелось никакой encounter ну в общем ладно я пришла туда поехал на encounter и там вот там была проповедь об отверженности а в 17 лет ты чё это отверженности ты уже в ней плаваешь живешь и всем 17 летним привет отверженным и я как-то вот ну бога бога поняла ну я не знаю знаете вот как я пережила бог наш все порадное рассматриваю я вот закрыла глаза и почувствовал что он рядом со мной стоит вот прям ну вот я не чувствовал жизнь до коника вот просто на encounter такой почувствовала что как будто рядом соной ну естественно все по-разному себе представляем бога я думаю я себе представлялась и я почувствовал что-то теплое светлое но вот весь может быть это просто этот включили мить пусто но я на тот момент так сильно пережила бога что ну что вот решила что и как бы я влюбилась найти я вот влюбилась в Бога и влюбилась в церковь, что самое главное. Поэтому я вообще осталась жить в Нижнем Новгороде. Я же как бы приехала просто в гости. А вообще осталась жить. Это был просто 11 класс, я поступила в университет и до сих пор тут живу. И так и с Богом. И вот все, что я начала ходить в посольство Иисуса, с того момента, как я съездила на энкаунтер, с того момента каждого воскресенья и на домашнюю группу, я вообще влюбилась в лидера. Больше ты не спала, в общем. Сейчас, как ты общаешься с Богом? Ты, может, Библию читаешь? Я, короче, читала Библию по плану. И вот был такой момент у меня в жизни, что я не прочитала 72 дня по этому плану. И я такая думаю, жесть, просто вот. А я группу веду. Ну, я такая вся, молодец. И мне так стало стыдно. А то, что тебе это еще тяготит. Ты читаешь вроде Библии, но не до конца. Ну, вот ты себе там построила график. Ну, неужели у тебя нет времени читать? Ну, это я так сама собой, это диалог внутренний. Что нет у тебя времени дочитать там 4-5 главы в день. И я так это, и я там парню одному сказала, типа, я смотрю, а мы просто в одной беседе оказались. Вот там Библия. Ну, вы наверняка читаете Библию по плану. Там есть вот люди, с которыми ты теперь читаешь Библию. Я смотрю, у него тоже там минус 80 дней. И я думаю, как так может быть? А мы в церковь по одну ходим, и такие вот, вы, друзья, молодцы вообще. И я ему говорю, давай это. Ну, себя как-то мотивирует, что ли, я не знаю. Как-то друг к другу. И мы такие с ним, давай, если я не прошу тот день день, я тебе скину 50 рублей. Я не знаю, сколько это правильно, неправильно. Меня это мотивировало. И вот я с того момента догнала всю Библию. Вообще у меня поменялась жизнь, на самом деле, моя христианская. Ну, просто потому, что я начала больше времени уделять Богу. Видимо, так сильно меня мотивируют мои деньги. Ладно, ребята, она говорит, что ее мотивируют деньги. Ее мотивируют, она читает Библию. Мы сейчас это проверим. Кто сказал? Я не понимаю, разве я же сторож брату моему? Я не знаю, наверное, Каин. Вау. На лошади какого цвета ездил всадник войны апокалипсиса? Серой лошади, белой лошади, красной лошади или черной лошади? Я не знаю. Красная. Черная, ладно. Нет, красная была. Красная? Да, красная. Молодец, правильный ответ. Кто из следующих мужчин надел руно, чтобы проверить, если роса будет собираться в него? Может сражили. Моисей, Самуил, Гидеон или Иаков? Гидеон. Ну ладно, не подсказали. Это правильный ответ. Как звали третьего ребенка Адама и Евы? Я же знала. Тимофей, Рахиль, Каин или Сет? Ну не Каин. Я Рахиля не слышала. Сет пульпуль. Сет. Так это правильный ответ. Тебе нужно дать два совета. Один совет родителям по воспитанию детей и детям по воспитанию родителей. Вот чтобы у них взаимоотношения были хорошие. Ой, да я не знаю, любить просто своих детей. Все дети разные и любить своих родителей. Я не знаю, что сказать. Наверное, вот, любите. Супер. Друзья, с нами была Элина. Очень много тебе аплодисментов подарили. Спасибо тебе за искренность. А вы, друзья, смотрите нас, любите. Как всегда, с вами был ваш любимый, несметный и скромный ведущий Никита Никитин. И с вами была ваша любимая Элина. Спасибо. Спасибо. Мы вас любим и целуем. Субтитры сделал DimaTorzok